Девушки отдыхают Предполагается, что выбирать главу государства россияне пойдут 18 марта 2018 года, причем пойдут на те участки, куда им будет удобно. Для того, чтобы проголосовать вне своего участка по прописке, можно будет заранее предупредить об этом комиссию по телефону, но и это не обязательно. Контролировать, что один человек проголосовал лишь единожды, должна будет единая информационная база. Сегодня депутаты Госдумы подтвердили, что она пока не создана. Девушки отдыхают В совершении взрыва подозревают выходца из Киргизии. Кроме того, по делу о теракте задержаны еще 8 человек. И к происшествиям местным. Мужчина с ножом пытался ограбить банк. Вооруженное нападение произошло сегодня в советском районе Красноярска. По словам полицейских, 43-летний мужчина кричал, размахивал ножом и требовал у кассира деньги. Банковские служащие успели нажать на тревожную кнопку. На место происшествия выехали оперативники. Нападавшего доставили в отделение полиции. Сейчас он дает показания. Что побудило мужчину пойти на такие меры, еще предстоит выяснить полицейским. Устаревшие ГОСТы вместо дизайнерских решений. Возможное появление заборов на проспекте Мира продолжает вызывать жаркие споры среди красноярцев. А точнее, полемика идет между горожанами и разработчиками проекта капитального ремонта. Тем временем, в других городах от заборов избавляются. Получается, что там ГОСТы не выполняют. Татьяна Стрельцова подробнее. Ограждение на перекрестках, заборы вдоль проспекта, П-образные переходы и загруженность транспортом. Проспект Мира сейчас мало подходит для променада. Если капремонт центральной улицы состоится по разработанному проекту, в заборах окажется две трети улицы. Того требуют ГОСТы. Это ответ разработчиков и ГИБДД. Но дело здесь в другом, уверены общественники. Установка оградок – это просто и быстро. Он настолько старый, этот ГОС, что его уже успели отменить. То есть, по факту, он необязателен и в этом. В других городах, ну, Москва, вот сейчас вот Москву, значит, мы смотрим, следим за тем, как это происходит. И там сделали очень-очень красиво, очень-очень круто. Значит, заборов там нет. В Москве в прошлом году завершили реконструкцию Тверской. На фотографиях видно, что вдоль проезжей части нет заборов. В этом году в столице отремонтируют еще десятки улиц. И один из главных принципов при реконструкции – расширение тротуаров для комфортного отдыха и прогулок горожан. В Красноярске капремонт мира можно разделить на этапы, уверен депутат Заксобрания Илья Зайцев. Устанавливать оградки именно сейчас не обязательно. Пока можно разобраться с актуальностью ГОСТов. В чем логика? Логика, во-первых, увидеть проспект без оградок с современной улицей современного города Красноярска. А во-вторых, нам известно, что сейчас и мэрия Москвы, и, надеюсь, мэрия Красноярска к этому тоже присоединится, обратиться к органам, которые как раз занимаются государственным регулированием, и внести изменения в ГОСТ. Три года назад борьбу за ГОСТы вела прокуратура Санкт-Петербурга. Ведомство требовало установить на Невском проспекте сплошные ограждения вместо цепочек. Но общественность выступила против этого. Как рассказывает историк из северной столицы Сергей Лебедев, в желании огородить проспект обнаружился сговор между чиновниками и производителями ограждений. Ну, шучу, лакомый кусок. Хотелось еще миллионы, десятки миллионов рублей заработать. Ну, вот. Ну, и кончилось это дело тем, что это тихо-тихо все так спустим. Пока в других городах России и мира проектировщики и архитекторы ищут способы, как избавиться от ограждений и сделать центральные улицы города доступными для пешеходов, в Красноярске, видимо, с удвоенной силой заботятся о безопасности. По мнению разработчиков, заборы на центральной улице нужны, чтобы пешеходы не выбегали на дорогу и не попадали под машины. Но очевидно, что неадекватного человека, как вот, например, этого красноярца, забор не остановит. Татьяна Стрельцова, Александр Тропин, Новости ТВК. И оградки на миры – это одна из до сих пор самых обсуждаемых тем, в том числе потому, что с горожанами город-заборчиков так никто и не обсудил, разве что позволили выбрать, какой будет оградкам. Ну, а мы переходим к теме, которую сегодня будем с вами обсуждать. И вот ее название. Это «Вигна», «Мамордика», «Бененказа» и «Кивана». Все это, как вы видите, овощи и фрукты, которые спасут наш с вами иммунитет. К такому мнению пришли сибирские ученые. Они доказали, что качество тех продуктов, к которым мы уже привыкли, овощей и фруктов, оно ухудшается, пользы в них, витаминов все меньше. И только употребление вот такой экзотики может нам с вами помочь. Тот же «Кивана», например, или по-другому «Рогатый огурец», он уже выращивается в Новосибирске, и мы, наверное, ждем его уже и на прилавках в Красноярске. И вас спрашиваем, как вы относитесь к такой экзотике. Покупаете ли сейчас экзотические фрукты, например, тайские? И как думаете, спасет ли это наш с вами иммунитет? Может, все-таки лучше черемшой или сибирской морожкой все это делать? Пишите, будем читать ваши сообщения с СМС-сервиса 90-20. Не забывайте пометку «ТВК», пишите в группу «ТВК» ВКонтакте. Также вайбер, ватсап, телеграмм номер 8, 923, 1, 65, 45, 2, 0. Ну а пока мы переходим к другой теме. Новости «ТВК» готовы подвести первые итоги проекта «Большая уборка». Накануне мы собрали все заявки и передали коммунальным службам. А сегодня мы проверили те адреса, которые уже показывали в понедельник. Что там изменилось, знает Алена Крашенинникова. Улица Заводская, 1, берег Качи. Живописное место для прогулок красноярцев. На деле оказалась настоящей свалкой. Здесь помимо коробок, пакетов и прочего мусора, есть даже диван и ковер. Убирать эту свалку здесь никто не спешит. Новости «ТВК» выезжали сюда еще несколько дней назад и просили коммунальные службы вывезти весь мусор вот отсюда. Но, к сожалению, никто на нашу просьбу не отреагировал. И, как мне кажется, мусора здесь даже стало больше. Еще один участок, который мы снимали несколько дней назад, это адрес Говорова, 50А. Здесь коммунальщики видно, что поработали. Мусора здесь стало действительно намного меньше. Вот вы сейчас можете увидеть две картинки на экране и сравнить, как было до и какая ситуация здесь сейчас. В жилфоне нам сегодня подтвердили, за эту территорию они действительно взялись и ее убирали. Так что все коробки, пакеты и другой мусор, который вы сейчас видите на земле, могли здесь появиться уже после уборки коммунальных служб. Ну а еще по одному адресу, это спортивная 192, коммунальщики свои обещания все же выполнили. Мусор отсюда действительно убрали. Вот только немного перестарались вместе с мусором, отсюда исчезли и мусорные контейнеры, которые располагались вот прямо за моей спиной. Теперь местные жители вынуждены оставлять пакеты с отходами прямо на земле. Куда вот идти? Я с пятого этажа спустилась и мне на пятый этаж надо нести этот мусор или здесь бросать, дальше бардак делать. Это же вот беспредел полнейший. На вопрос, куда дели контейнер, в управляющей компании этого дома коротко отвечают, демонтировали и точка. Вот так вот бывает, уборка прошла, а мусора стало еще больше. Алена Крашенинникова, Виталий Субботин, Новости ТВК. Новости ТВК. Мы расскажем про красноярца, который ногой разбил лобовое стекло чужой машины. Вы смотрите Ночные новости ТВК. Мы работаем в прямом эфире. Прямо сейчас будем обсуждать вместе с вами экзотик или старый добрый черемшой. Можно спасти иммунитет сибиряков. Напомню, ученые настаивают именно на экзотических фруктах. И в Новосибирске, например, уже начинают их выращивать. Поможет разобраться в этой теме нам представитель компании по продаже экзотических фруктов. Яна Семенюк, здравствуйте. К вам все-таки первый вопрос. А покупают красноярцы экзотические фрукты? Ну, я хочу сказать, что покупают, причем в больших количествах. То есть спрос у нас есть, причем достаточно неплохой. Если изначально люди пугались, брали, например, только ягоду, то сейчас они зачастую заказывают, просят, чтобы мы привезли из разных горячих стран побольше экзотики, побольше фруктов, потому что, ну, хотят кушать вкусные фрукты. Но, то есть покупают прямо корзинами. Вот вы говорите много. Много это сколько? Это два манго? Нет, не два манго. То есть заказывают различные корзины подарочные, заказывают букеты с ананасами, с манго. То есть заказывают подарочные коробки. Поэтому большой объем. Не один-два манго заказывают прямо коробками. Поэтому спрос есть. Вот красноярцы, которые сейчас пишут нам смс-сообщение прямо во время эфира, они очень многие говорят о том, что вот совсем недавно появились тайские фрукты в таком количестве. И еще не все их распробовали. Правда, вот растет спрос? Да, правда, растет спрос. Потому что, ну, многие у нас летали в Таиланд, да, то есть многие пробовали и тайское манго, и тайские ананасы. Но зачастую почему-то боятся пробовать что-то новое. Видимо, наш русский менталитет. Но вот привозим, изначально как-то еще приглядываются. Но мы рекомендуем, даем дегустировать. Поэтому в дальнейшем они заказывают в больших количествах. Ну вот как вам кажется, как человек, который уже видел реакцию красноярцев на нечто новое, вот такие вещи, как Вигна, Мамордика, вот то, о чем говорят нам ученые, что это хорошо, будет пользоваться спросом? Рискнут? Мне кажется, изначально все-таки испугаются люди, потому что, во-первых, их названия достаточно такие странные, экзотичные, да, но все-таки, когда распробуют, если это будет что-то вкусное, полезное, интересное, то, я думаю, что спрос возрастет. Ну, такие названия там, как дуриан и мангостин, они, наверное, тоже для нас изначально были дикие. Да, но все равно, например, я дуриан не совсем люблю, то есть для меня это все-таки лук луком, но кто-то его любит, потому что король фруктов все-таки считается очень полезный. Да, хоть один раз надо попробовать. Ну, а как по-вашему? Все-таки фрукты эти изначально не наши территориальные, очень далеко не наши. Насколько они нам полезны? Все равно, смотрите, они же произрастают в теплых странах, климат никто не меняется, то есть они питаются солнцем, и, соответственно, в том климате они насыщаются витаминами, соответственно, почему нам нельзя их кушать? Не только же яблочками. Ну, вот сейчас спорят наши зрители, пишут про черемшу, которая войну спасала, про клюкву. Вот все-таки смогут рано или поздно манго победить черемшу? Я думаю, да, потому что, например, даже то же самое тайское манго, оно колоссально спрос имеет. Если даже к нам привозят буквально, не знаю, 8 коробок, за 2 дня они все расходятся, то есть это очень много, это очень большой объем, заказывают перед новогодними праздниками, это вообще был ажиотаж, справлялись как только могли. Ну, вот вы говорите, новогодние праздники, букеты некие подарочные, все это вот такое больше праздничная атмосфера, а просто в повседневной жизни? Не совсем, в повседневной жизни тоже люди кушают, это те же самые витамины. Например, мы же ходим в аптеку, покупаем дорогостоящие витамины, почему мы на те же самые деньги не можем купить фрукты, которые тоже богаты витаминами, очень вкусные, что-то интересное. Ну вот, а лично вы готовы согласиться с теми витаминами, которые предлагают ученые, попробовать вот эти? Попробую, я бы попробовала, честно, потому что раньше люди думали, что мы и в космос не полетим, да, боялись, сейчас летают прекрасные, уже путешественники у нас летают. Сегодня мы знаем, сколько точно лет прошло, как это уже не так. Да, это точно. Ну и как вам кажется, если вы их привезете, вот эти фрукты, то смогут они какую-то часть этого рынка забрать на себя? Смогут, но я все равно думаю, что небольшую. Нас опасаются почему-то люди чего-то нового, боятся, как-то отталкивают. А молодежь, она у нас любит что-то пробовать новое, а вот, например, более старшее поколение, они все-таки боятся. Ну и коротко все-таки самый главный вопрос, а цена, она как-то скажется? Какая должна быть цена на вот эти вот вигны, чтобы они продались? Цена все равно скажется, потому что за очень большую цену, цены кусаются, да, у нас же все-таки кризис в стране, я не знаю, ну, а если поставить не совсем высокую цену, либо как-то порционно продавать, да, чтобы люди могли хотя бы попробовать, то, да, попробуют. Обратимся к зрителям, предлагаете ваши цены, рассказываете, готовы ли вы все-таки пробовать такие продукты, или все-таки надеетесь на морковку, лук и, конечно, черемшу. Обсуждали мы сегодня интересные фрукты, экзотичные и овощи в том числе, ну, а прямо сейчас самые обсуждаемые темы из интернета, в том числе очень обсуждаемый красноярец в рубрике «Блокпост». Катя, ну, красноярец действительно отличился, ему уступили дорогу, а он в благодарность разбил автомобиль. Все произошло на проспекте «Красноярский рабочий». Мужчина разгромил иномарку прямо на пешеходном переходе. На переходе уступил ему дорогу «Хёндай», а агрессивный пешеход в благодарность забрался на машину и начал топтать капот, и даже пробил лобовое стекло. Затем слез в машину, врезался светофор и ушел на другую сторону улицы, где его и поймали. Сейчас полицейские выясняют, был ли агрессивный пешеход еще и пьяным. А вот следующая наша новость, тоже о мужчине. Он шокировал интернет-общественность уже в роли водителя, причем очень быстрого «Мерседеса». Настолько быстрого, что разогнался он на трассе до 320 км в час. Пользователи сети уже назвали парня сумасшедшим и спросили, как он вообще смог разогнать автомобиль до такой скорости. Видео, между тем, собрало уже более 20 тысяч просмотров. Ну, а вряд ли Лихач из предыдущего видео обращал внимание на дорожную разметку. А вот следующий наш герой обращал на нее внимание настолько, что даже разгадал тайну ее исчезновения. Такое инораничное видео появилось в сети недавно. Как оказалось, житель Санкт-Петербурга выложил его о том, как дорожная разметка исчезает под строями поливальной машины. Теперь молодой человек, по его словам, видел все и даже больше. Ну, а последнее видео, в нем нет путей наземных, но есть пути воздушные, которыми очень активно пользуются граждане США. Интересную акцию устроили там, в преддверии Пасхи. С вертолета сбросили почти 5 тысяч паскальных яиц. На кадрах видно, как яйца скидывают прямо из мешков, а внизу их уже поджидает толпа людей, которая почти сразу бросилась их собирать. Как потом выяснилось, это ежегодная забава, которая пользуется популярностью в США. Вот только пользователи сети, англоязычные, русскоязычные, такой забавы не оценили. Они оказались разочарованы игрой детей. И подчеркнули, что духовный праздник превращается в фарс. На этом у нас все. Все больше получаем мы сообщений, все больше тех людей, которые говорят, что не готовы так экспериментировать. Очень много шуток над названием. Особенно Мамордика вызывает очень много эмоций у наших зрителей. Кто-то предлагает Киану Ривс назвать очередной такой фрукт или овощ. Но очень много тех, кто делится некими полезными советами в плане иммунитета, то, с чем пытались разобраться ученые вот таким образом, через экзотику, рекомендуют клюкву, бруснику, чернику, ранетки, смородину. И еще активный образ жизни от Дениса. Вот такое сообщение к нам пришло. Ну и опять же, очень многие дискутируют на тему, что самая подходящая пища, это и воды тоже касается, это все-таки та, где ты живешь. То есть та, которая растет в Красноярском крае, нужно своего производителя тоже как-то поощрять. Но прямо сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, после расскажем, что речным трамвайчиком все-таки быть, а еще в Красноярск едут легенды хоккея. Вы смотрите Ночные новости ТВК, мы продолжаем выпуск. В Красноярске все-таки решили запустить речные трамвайчики, правда, за счет бизнесменов. Концепцию развития городского водного туризма снова обсудили чиновники и депутаты. Для остановки речных трамваев они планируют возвести 10 портов. Все они будут располагаться на островах Татышева, Молокова и Отдыха, а также в районе Столбов и Роево-Ручья. По словам руководителя городского управления физической культуры, возведение всей необходимой инфраструктуры городскому бюджету не потянуть. Поэтому строительство портов отдадут в частные руки. Но в мэрии готовы субсидировать частных инвесторов. На эти цели планируют выделить 20 миллионов рублей в течение двух лет. Известно, что в мэрии планируют запустить экскурсионные маршруты по Енисею уже в следующем году, но комментировать этот проект подробнее в администрации города сегодня отказались, ссылаясь на то, что проект пока на стадии разработки. Перевалочный пункт на Столбах закрывают на ремонт. Сервисный центр не работает с этого дня и откроет свои двери для туристов. Он только 25 апреля. За это время здесь планируют заменить дровяной котел отопления на автоматический, а также оборудовать на втором этаже здания две комнаты. Одну комнату оборудуют для спасателей. Специалисты дежурили ежедневно в заповеднике и раньше, но у них не было постоянной рабочей зоны. А второе помещение планируют отдать под библиотеку заповедника Столбы. Там обещают, что на время ремонта неудобств для туристов не будет. Для туристов неудобств не будет, потому что рядом находится туристический центр, который работает ежедневно с 10 до 5 часов вечера. выходные до 6 часов. То есть людям есть где посидеть, попить чаю, отдохнуть, переодеться. И сегодня же в сервисном центре наградили школьников. Перевалочный пункт на целый месяц стал местом для размещения выставки, в которой принимали участие дети с ограниченными возможностями. Все эти произведения искусства выполнили ребята с нарушениями по слуху, зрению и речи. Школьники изобразили природу заповедника Столбы и его обитателей. Моя работа названа в Снегире. Она выполнена в технике шерстяной акварели. А что самое сложное было? Ну, все, все легко. Легенды хоккея на льду арены «Север». 21 апреля в рамках экономического форума в Красноярске традиционно пройдет благотворительный хоккейный матч. Интересен он будет не только своей зрелищностью, но и составом команд. За победу поборются две команды. В одной из них будут бизнесмены, представители власти и общественники. А вот соперниками их будут именитые и титулованные спортсмены, представители клуба «Легенды хоккея». Встреча пройдет в три периода по 20 минут с перерывами в 10 минут. Открывать поединок будут юные фигуристы и хоккеисты. Все вырученные с продажи билетов средства пойдут на помощь детям с ограниченными возможностями. Все деньги отправят в региональный фонд «Открытые сердца». Производство без вреда для экологии. Региональные власти Иерусал договорились алюминиевой долине дать новое название. Проект переименован в Красноярскую технологическую долину. Это значит, что производимые алюминий будут использовать для местного производства, а не экспортировать, как думали раньше. В планах на территории Красноярска запустить производство комплектующих для самолетов, суда и автомобилестроения. А также продукции для кабельной промышленности, товаров народного потребления, включая спортивный инвентарь. Всего более тысячи новых рабочих мест. Создание такой промышленной зоны обсуждали вместе с краевым правительством. В ходе обсуждения особое внимание было уделено тому, что этот проект не будет влиять на экологию в городе. Мы говорили в первую очередь о производстве продукции высокого передела. Не об увеличении объемов выпуска первичного алюминия, не о дополнительной нагрузке на окружающую среду, и не о использовании тех технологий, которые еще используются в производстве первичного алюминия, а о создании производств и бизнесов, которые этот сам алюминий перерабатывают и производят соответствующую продукцию. Продолжается наша дискуссия вокруг фруктов, и постепенно она приходит к тому, что даже фрукты – это не главное. Главное – это активный образ жизни и следить за своим здоровьем. И уже как там получать витамины через фрукты или через овощи, или через сами витаминки, купленные в аптеке. Это уже не важно. Это мнение к нам поступает преимущественно от девушек-зрительниц. И этот совет, наверное, дают сейчас многие. Еще поступил от Игоря такой вот некий вопрос, или не вопрос, почему репу никто не садит, ведь это тоже очень хороший витамин. Следите за своим здоровьем. И еще о теме здоровья. По данным Минздрава, второе место после гриппа по распространенности занимают инфекцией мочевыводящих путей. Согласно данным статистики, острый цистит в течение жизни переносит более 50% женщин. Что делать, чтобы предостеречь себя от болезненного воспаления? И как вести себя при обострении цистита? Об этом в сюжете далее. Цистит – это воспаление слизистой мочевого пузыря. В основном этим заболеванием страдает женщина, и этому способствует короткая широкая ауретра. Она же бактерия ишерихия коли, она же кишечная палочка. Вот истинная причина обострения цистита. Прикрепляясь к слизистой стенке мочевого пузыря, кишечная палочка провоцирует развитие воспаления, сопровождающегося появлением болезненных и неприятных симптомов. А переохлаждение, или, как говорят, застудилось – это лишь предполагающий фактор развития заболевания. Простуда, снижение иммунитета – лишь предрасполагающие факторы к развитию цистита. Основные симптомы цистита – это дезурические рези при мочевскании, учащение позывов на мочевскание, жжение. Победить цистит окончательно можно только в том случае, если четко соблюдать рекомендации врача. Чтобы не раздражать слизистую мочевого пузыря, ряд продуктов следует исключить. Для закрепления терапевтического эффекта многие урологи, кроме антибиотиков, используют дополнительное средство. И на первом месте по популярности – средство на основе клюквы. Дело в том, что именно клюква содержит особое активное вещество – прантоцианидины. Прием прантоцианидинов рекомендован Европейской ассоциацией урологов. Механизм действия ПАС основан на том, что они создают неблагоприятную среду в мочевом пузыре для бактерий, способствуют более лучшим их введению. Суточная дозировка прантоцианидинов содержится в препарате Уранорм. Достаточно приема одной таблетки в сутки для комплексной терапии цистита. Многие врачи считают клюкву растительным антибиотиком. Кроме того, в препарате Уранорм действие прантоцианидинов усилено витамином С. Мария Бухтуева, Валентин Тропин, Новости ТВК.